Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». И повторю за своими московскими коллегами. 11.05 в городе Кирове, и это точно программа «Дневной разворот», но сейчас время регионального вещания, поэтому вы будете... Да, никаких московских разворотов. Никаких московских, это наше время, поэтому мы, я, Светлана Занько, Игорь Урысев, приветствуем вас. Мы находимся в студиях «Эхо Москвы» в Кирове, и кировские сегодня проблемы мы будем обсуждать. Добрый день. Собственно, для этого, да, у нас и кировские номера телефонов, и на нашем кировском сайте есть кировская трансляция. Кировчане и жители Кировской области, давайте сегодня проведем этот разворот вместе. Да, 708-502, номер телефона прямого эфира и 8-909-720-101-0. Номер для ваших смс. У нас сегодня очень важные городские темы. Я начну со второго часа. После 12 к нам придет Игорь Крысов, исполнительный директор ООСАХ. Это бывшее спецавтохозяйство. Мы будем говорить о сборе мусора, о его вывозе. Но прежде всего будем делать акцент на сбор мусора. И в частности мы будем говорить о том, что у нас наконец-то с раздельным сбором мусора, почему он приживается или не приживается. Очередные материалы в СМИ появились. И к этой теме мы приурочили опрос на нашем сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Вы начнете сортировать отходы мусора. Если, при каких условиях вы сможете выбрать один из четырех вариантов ответа еще раз на нашем сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Мы, кстати, надеемся, правда, заранее не говорили, но одному из наших гостей, который сейчас находится в студии, Алексею Вершинину, начальнику территориального управления Полинского района города Кирова, заместителю главы администрации города, хотели предложить остаться на второй час. Если вдруг там нет каких-то серьезных, очень важных встреч, и эта тема будет также важна для вас, Алексей Александрович, мы вас приглашаем остаться на второй час. Тема очень важная, потому что на вывоз несанкционированных свалок тратим только в Ленинском районе больше 5 миллионов рублей. Тем более, что эта тема так или иначе перекликается на самом деле с нашей первой темой, с которой мы сейчас и начнем. Это неофициальные гаражные корпоративы и ямы могут ликвидировать. Мы ставим знак вопроса, хотим выяснить, что сейчас с этим происходит. Эту тему мы открываем сегодня с подачи инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову. Валентина Васильевна Куртеева разговаривала с нами на прошлой неделе по этому поводу. Валентина Васильевна сейчас у нас в студии, начальник отдела работы с налогоплательщиками. Добрый день. Инспекция Федеральной налоговой службы по Кирову еще раз озвучиваю для того, чтобы вы, друзья, все осознали, что неофициальные гаражные кооперативы и овощные ямы и садоводческие хозяйства могут ликвидировать. Вот что это значит, почему пошел этот процесс, а может быть продолжается, потому что мы видим, что горячо обсуждалась эта тема несколько лет назад. В частности, в 2011 году был большой такой процесс по ликвидации этих хозяйств. Я прямо вижу перед собой этот материал. С вами же мы разговаривали. Валентина Васильевна, мы переваривали эту тему все выходные, практически весь состав редакции с родственниками обсуждал, а где у нас гаражи и ямы, и что с нашими садовыми участками, приватизированы они или нет, по какой цене они оценены, и что вообще с этим сейчас всем делать. Поэтому еще раз говорю, что два года назад, даже раньше, три года назад, городская налоговая заявила о том, что нужно решить вопрос с овощными кладовками и гаражными кооперативами, которые не выплачивают налоги, так скажем, по-простому. Почему они это делали, что произошло тогда, сколько было чего ликвидировано, и почему этот процесс снова начался сейчас. Давайте. Данные кооперативы, некоммерческие организации были найдены. Ответ мы получили. Но получилось так, что примерно каждый четвертый такой кооператив не заключен в договор аренды с администрацией города, либо у него нет кадастрового номера. То есть у них вообще нет никаких прав на размещение там объектов на этих площадях? Ну, должно быть два варианта. Либо договор аренды, либо собственность. Нет ни собственности, ни договора аренды. Но тут претензии в данном случае предъявляются кому непосредственно владельцам таких незарегистрированных, там, не знаю, вот этих участков и овощных ям и так далее? Либо все-таки к администрации тоже вы спрашивали с них, почему не заключаете с ними, не выходите на них? Вот смотрите, у них есть ИНН, у них есть свидетельство обстановки на учет. Дальше должно быть какое-то либо действие. Либо договор аренды, либо договор собственности. Мы все узнали, договора аренды нет. Что дальше? То есть платежи, ни налоговых нет платежей, ни по договорам аренды тоже нет. То есть бюджет теряет деньги. Земельный налог не платится никак. И вот на сегодня мы такие организации получили разрешение за администрацию, мы их будем ликвидировать. Сколько таких организаций, которых вы будете ликвидировать и в чем эта ликвидация будет выражаться? Вот на сегодня первая партия будет 44 таких некоммерческих организаций, 44 объекта. Это первая партия? Первая партия. Всего о каких суммах идет речь? И не только о числе, а о суммах, которые теряют бюджет, как вы говорите, от незаключенных договоров. Договор аренды надо все-таки в администрации спросить, сколько у них. То есть администрация со своей стороны теряет арендную плату за земельный участок, а налоговые не получают налоги на землю. Но чтобы получить налог на землю, нужно знать кадастровую стоимость. Для этого эти организации некоммерческие должны провести межевание и получить стоимость кадастровую. Так, давайте все-таки еще раз поэтапно. Итак, в 2011 году была первая волна. Тогда было ликвидировано или было высказано намерение о ликвидации 750 организаций. Ликвидировали мы 300. Ликвидировали 300. Двое из них восстановились по суду. И две организации восстановились по суду. После этого был некий перерыв. А почему сейчас снова пошла вот такая волна? Потому что снова никто не сдает отчетность. То есть прошло три года, а отчетность никто не сдает. Налоги мы теряем. У администрации сейчас будет отдельный вопрос к Алексею Александровичу. Что теряет, собственно говоря, город Киров. И кончилось терпение. Налоговая решила самостоятельно действовать. Запрос в город послали. И теперь первый список, 44 организации. Это что? Это гаражи, это садоводческие... Это гаражи и овощные кладовки на сегодня. Это гаражи и овощные кладовки. Можно ли привязать эти гаражи и кладовки овощные к каким-то территориям Кирова? Где это? Повсеместно или в каком-то конкретном районе будет проходить ликвидация? По всему. Здесь есть и Ленинские районы, и Октябрьские, и Нововятские. Ленинские, Октябрьские и Нововятские. Вы их искали, искали, теперь больше искать не будете. Мы их искали, администрация города их искала. Найти невозможно. Как сейчас будет проходить процесс? Вот давайте, что касается конкретно этих 44 объектов, что вы будете делать? Это такой сложный документ и оборот. На сегодня составляются справочки. Через некоторое время данные овощной кладовке и ГСК будут опубликованы в газете «Вестник». То есть они могут посмотреть, подлежат ли они ликвидации или нет. И примерно через три месяца они будут ликвидированы. Вот как вы и сказали, что всё это произойдёт просто по документам. Всё произойдёт просто по документам. Так или иначе, они фактически останутся. Ну, физические овощные кладовки стоять будут. Но дело в том, что для данной категории людей будет существенный минус в том, что земля им не принадлежит, и собственности этой овощной кладовки у физических лиц тоже нет. Нет. Если они захотят её продать, подарить, обменять, они это сделать не смогут. Или вообще в какой-то момент они могут прийти, а там уже нет этого имущества. Потому что это имущество им не принадлежит на законных основаниях. На законных основаниях нет. Значит, у меня следующий вопрос, Валентина Васильевна. Это очень важно. И я нашим слушателям напоминаю телефон 708-502, номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим гостям. Значит, через три месяца будут ликвидированы эти юридические лица. Все законные основания пропадут. Что могут сделать граждане в данной ситуации? Если мы их ликвидировали, в данной ситуации им придётся снова открывать данное юридическое лицо. Если они захотят продать, и если у них есть, допустим, электроэнергия, Кировэнерго работает только с юрлицами. То есть ликвидация юридического лица влечёт за собой расторжение договоров, например, со стороны Кировэнерго, электричества просто не будет там? Ну, мы просто сообщим туда. Ну, электричества больше, электричества, собственно, не будет. Гаражные кооперативы и вот эти кооперативы по овощным явам могут попытаться восстановить свои права через суд? Могут. Ну, опять же, я так понимаю, что это максимально бесполезно. Затея эта обречена на провал. Они должны, по идее, в течение трёх месяцев заявиться. То есть либо заявляется вообще владелец овощной кладовки. Он кто-то должен прийти и в налоговый орган написать заявление, что мы не согласны с ликвидацией. Ну, самое страшное, что, к примеру, для меня, к примеру, если бы я имел овощную яму, что может быть? Это всё то, что я потеряю возможность получать от Кировэнерго свет. С другой стороны, если у меня действительно просто овощная яма, я могу в неё и со свечкой спуститься, ничего страшного. Конкретно вот в данной ситуации мы говорим о том, что по документам этих овощных ям больше не будет. Когда-нибудь, может быть, с ними что-то случится, так как она не моя, может, её я приду и уже и не будет. Мы сейчас спросим у Алексея Александровича. Он нам должен сказать, каковы были последствия 2011 года, если вы их помните, и знали ли вы о том, что налоговая инспекция начинает снова этот процесс? Почему вы считаете, это необходимо или нельзя там этого делать? И какие, возможно, сложности или, наоборот, плюсы от этого процесса получает город? – Такой массовой ликвидации конкретных кладовок их не произошло. Мы говорим о ликвидации юрлиц, которые зарегистрированы в налоговом органе и не подают никаких документов, не отчитывают в течение длительного времени, а значит, по факту не существует. Но не каждый кооператив, не каждое юрлицо конкретно было привязано к гаражам, к кладовкам. Были часть юридических лиц, которые просто существовали на бумаге. – А что это такое? – Кооператив получает землю под строительство гаражей, успешно строит эти гаражи. В дальнейшем уже как кооператив с конкретным названием не оформляет на себя конкретные боксы. А, например, конкретные боксы оформляет каждый на себя каждый индивидуальный владелец. В итоге юрлицо, как таковое, деятельность не осуществляет. Каждый отдельно платит за электроэнергию, каждый содержит свой конкретный бокс. – Это в случае, если приватизация прошла? – Юрлицо распадается. Пожалуйста, в этом случае можно ликвидировать уже в принудительном порядке по статьям закона конкретное юрлицо. Гаражные же кооперативы будут продолжать жить. Но чем больше у нас информации о бывших гаражных кооперативах, о реальных гаражных боксах, тем больше у нас методов и конкретных лиц, кого мы можем понудить, заключить все-таки договор. Либо аренды, либо заставить приобрести в собственность земельный участок и оформить право собственности на конкретные гаражные боксы, либо обычные кладовки. Масштаб, то, что в теории на бумаге существует, эти цифры вы услышали по городу. У нас в Ленинском районе числятся 329 гаражно-строительных кооперативов, которые насчитывают больше 15,5 тысяч конкретных гаражей. По овощным кладовкам 87 обществ овощных кладовок, это порядка 5000 кладовок и овощных ям. Из 329 право собственности на объект недвижимости и земельный участок оформили всего 22 гаражных кооператива. Вот такой масштаб. При этом у 26 гаражно-строительных кооперативов отсутствуют какие-либо вообще правоосновливающие документы на объект недвижимости и на землю. Просто отсутствуют. И вот 281 гаражно-строительный кооператив. Сегодня оформили договор о аренде на земельные участки и находятся в работе в стадии оформления уже документы, подтверждающие право собственности на сам объект недвижимости. Что касается тех объектов, тех кооперативов, связи с которыми окончательно потеряно, вот ответ из города, каждый четвертый совершенно не выходит на связь. Что касается их, что вы делаете с этими кооперативами? Потому что терять бюджетные деньги, ну понятно, что нельзя. В территориальном управлении мы каждый месяц проводим межведомственные комиссии по вопросу увеличения налоговой базы по налогам, формирующим доходы бюджета нашего муниципального образования. В городе аналогичные комиссии проходят. Просто вызываем людей, развешиваем объявления на гаражи, высылаем требования по месту жительства, по тем базам данных, которые у нас из налоговой поступают и есть в нашем муниципальном образовании. Поэтому десятки человек ежемесячно проходят через наши межведомственные комиссии. Понуждаем людей, люди рассказывают о своих сложностях, о проблемах, которые у них встали при оформлении документов. Есть те, кто в стадии оформления находится. Основная сложность постановки на учет целого гаражного кооператива, это нужно собрать 100% членов ГСК, чтобы они написали заявление. Как правило, такого не получается. Есть заброшенные гаражи, есть малоимущие граждане, которые сегодня просто не в состоянии в силу финансовых проблем выкупить или оформить это право собственности, поставить его на учет. Поэтому чаще всего идет оформление конкретных гаражных боксов, и кооператив как таковой распадается. Вопрос к Валентине Васильевне. Валентин Васильевне, а вы считаете, почему сложилась такая ситуация, что люди не встают на учет, не платят налоги? Другой вопрос интересует. Гаражный бокс, допустим, его приватизируют и оформляют собственность. А землю, что делать с землей? Под гаражным боксом есть земля, и есть земля общего пользования. Вот их как решается вопрос? Самое простое, это, конечно, договор аренды, потому что право собственности в таком случае на землю получить очень сложно. Живание очень дорого. Да. Поэтому аренда. Мы же здесь сталкиваемся еще с другой проблемой. Почему так острая эта проблема стоит? Это благоустройство вокруг гаражных кооперативов. О чем мы с вами неоднократно говорили. Когда нет конкретного собственника, когда кооператив практически распался, и председатель кооператива не контролирует ситуацию, то он не хочет заключать договор на санитарное содержание и обслуживание. И кроме большого минуса непоступления налога в бюджет, мы имеем просто плачевную ситуацию по благоустройству, по свалкам мусора вокруг этих гаражных кооперативов. И предъявить в данной ситуации кому-либо требование прибрать невозможно. Нет собственника, документы не оформлены. Поэтому это вторая огромная проблема. А если учесть, что у нас их больше 15,5 тысяч гаражей, и они практически по всему городу распределены, то можно понять тот ущерб, который они наносят и внешнему виду, и то, что налоги мы не собираем. Вот это все пока константация фактов о том, какие есть у нас проблемы и какая ситуация сейчас. Мне бы хотелось все-таки понять, есть ли какое-то стратегическое решение или есть ли какая-то конкретная задача. Потому что если город ставит перед собой задачу ликвидировать такие объекты из-за того, что они портят вид города, люди не соблюдают, соответственно, санитарные нормы, люди не платят налоги, люди не заключают договор аренды, и вообще это не дешевая земля, это земля в черте города. А мы знаем, какие задачи перед городом стоят, хотя бы по жилому строительству, например. Есть ли такие задачи перед городом о ликвидации полной или частичной гаражных кооперативов и вот этих овощных ям? Или да, если речь идет все-таки не о гаражном кооперативе в целом, то все-таки отдельные объекты. Отдельные объекты, да. Знаете, очень сложно, мы не говорим о ликвидации, потому что все-таки это личное имущество граждан. Или не имущество. Либо не оформленное, но это имущество граждан. Если кооператив в свое время получал документы, разрешение на строительство данного гаражного кооператива, то по факту снести просто так невозможно. Можно ликвидировать юрлицо. Но, к сожалению, мы здесь можем только понуждать кропотливо, ежедневно, работая с владельцами, понуждая их встать на учет, оформить землю, оформить недвижимость. Других способов просто подогнать бульдозеры, снести невозможно, потому что первичные документы, которые необходимы сегодня для оформления в собственность, практически у всех есть. Вот это удивление. Я сейчас вижу, что вызвала и Валентину Васильевну, и у меня. Потому что все-таки эти гаражи, большая их часть, а уж овощные ямы, это все-таки пережиток, ладно, гаражи овощные ямы, пережиток советских времен. Давайте возьмем сады, которые были организованы в 70-е годы. Там уж точно не было никакой приватизации. Они просто организовывались и нарезали землю. Все. Ну вот тогда скажите, некому гаражному кооперативу выделяется для строительства земельный участок. И выделилось на 20, а построили 40. Выделяют на 20. Потом представитель кооператива. Как это раньше было заведено, разрешает дополнительно пристраивать что-либо. Но в любом случае, вот эти 20 человек получают объект недвижимости, который раньше не требовал такой регистрации, как сейчас, по законодательству. Правила ужесточаются. Сегодня нужно оформлять все в собственность, либо гаражный кооператив, либо частное. Но люди построили, вложили деньги. Кто подгонит бульдозер и снесет? Налоговая инспекция еще раз ликвидирует юрлицо, а у городской администрации появляются проблемы с оформлением, понуждением этих граждан конкретных, либо этих гаражных кооперативов, потому что предмет просто будет отсутствовать. Не будет больше на бумаге такого кооператива, который мог бы понудить, заставить оформить в собственность данные гаражи. То есть вот правильно, Света, спрашивает про стратегию. Все-таки, если они будут на бумаге, значит, в принципе, бульдозер-то можно ведь подвести? Получается, что там ничего и нет. Или нет? А по факту есть. По факту есть. Это мы говорим уже о человеческом отношении. Я не понимаю, как решается тогда эта проблема. Потому что если люди не проявляются на протяжении десятилетий при активной деятельности городской администрации и налоговой инспекции, при том, что мы об этом говорим, и, надеюсь, опубликован этот список, я вот хотела обратиться к налоговой, будет не только где-то в отдельной газете, но более широкую огласку приобретет на интернет, например, в каких-нибудь порталах. Мы подумаем, куда можно еще разместить. То есть вот чем еще стимулировать? Потому что газета, это, конечно, не выход. Должно быть совершенно понятно. Я понимаю, что вы сейчас, Алексей Александрович, так уходите от ответа, но хочется понять, есть ли конкретный документ, конкретная стратегия развития городского пространства, которая касается вот этих немаленьких территорий, мы сегодня цифры называли, которые заняты гаражами. Сейчас не берем те, которые хорошие, стационарные, понятные, приватизированные, но вот эти вот советские гаражи, ямы овощные и так далее, есть или нет? Те гаражно-строительные кооперативы, которые были зарегистрированы, но сейчас, например, как вариант, не встают на учет, то на их месте, естественно, город не планирует развиваться вот в этой ситуации, потому что по факту там есть объекты недвижимости, которые находятся либо в стадии оформления, либо понуждения к оформлению. Поэтому таких стратегических планов, что давайте снесем гаражи, которые раньше была земля отдана и находятся в центре города, потому что здесь будем строить дом и перспективно развивать город Киров, таких планов нет. Ну а стадия поднуждения, это какой период времени? Ну вот, судя по тому, как трудно и сложно двигаемся мы в этом направлении, мне уже кажется, что это будет бесконечно. То есть тут нет никаких оговоренных сроков и так далее. Нужно принимать кардинальные меры, может быть, устроить показательные сносы. Я ведь за то, чтобы действительно налоги в бюджет поступали, и те люди, которые хотят оформить, но испытывают при этом сложности, это одна категория, а есть ведь те, которые и не хотят. У меня просто такое складывается ощущение, что в любом случае, пока не подгонишь бульдозер, люди не поймут, что им грозит какая-то опасность, и они могут лишиться своего имущества. К сожалению, именно так все и есть. Это мы сейчас затронули те кооперативы, которые на учете, которые мы знаем, которые зарегистрированы в налоговом органе, пусть даже они долгое время не отчитываются. Проблемы гораздо шире. Одиночные гаражи, те, которых и гаражами не назовешь сараи, это огромное количество единиц, которые оказались в том числе и на придомовых территориях. Посмотрите, что у нас творится в старой части города. Овощные кладовки, гаражи на придомовых территориях, их практически сегодня по нашему законодательству невозможно тронуть без решения общего собрания. А жители устраивает, и такой внешний вид устраивает гаражей, и такое количество гаражей устраивает. Я уже не беру отдельную категорию граждан, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, которым на льготном в режиме выдавались разрешения на установку металлических гаражей. Мы сейчас ведь не говорим про металлические гаражи, а их еще не меньшее количество, которое в городе есть. А металлические гаражи вообще имеют право на существование по нынешнему законодательству? Если на придомовой территории, то это решает уже общее собрание жителей. А осталось ли какое-то количество гаражей, которые не на придомовой территории? Да, конечно, огромное количество. Если мы берем Дороничи, Ленгасы, в общем-то, это основное средство существования. Никакие гаражные кооперативы там особо и не регистрировались. Просто поселковый совет разрешал, выделял землю. Люди приходят с первичными документами, когда мы говорим, что сегодня этот гараж находится не на той территории, незаконно, приносят документы из поселкового совета, где когда-то в 80-х годах им выделяли эту землю. Вот стоит гараж, попробуй тронь. 708-502, номер телефона прямого эфира. Напоминаю, что мы сегодня оповещаем граждан и обсуждаем тему неофициальных гаражных кооперативов и кооперативов овощных ям. Могут ли их ликвидировать? Напоминаю, что процесс пошел. Налоговая подготовила список первой очереди тех юридических лиц, которые будут ликвидированы, то есть документально. И, соответственно, спрашиваем у Алексея Александровича Вершинина, начальника территориального управления по Ленинскому району города Кирова, о том, есть ли стратегия какого-то действия у городской администрации в отношении этих кооперативных хозяйств. Сейчас мы сходим на короткую рекламу, перед которой я должна сказать, что надо понять, что в нашем городе, по крайней мере, так мы обсуждали с Валентиной Куртеевой, которая сейчас в нашей студии, с начальником отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы по Кирову, что ситуация в городе Кирове, она эксклюзивная по всей стране. Процесс ликвидации овощных ям и гаражных кооперативов идет куда более активно, и многие города практически полностью очистились от этого. Я рано объявила уход на рекламу. Мы примем сейчас звонок от нашего слушателя Короткий, а потом идем на рекламу. Алло. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Владимир. Владимир, да. Есть у вас гараж или овощная яма? Нету. Просто на улице энтузиастов там были, как я понял, ямы. Их были под снос убраны. Их снесли, но как мусор остался от них, там всякие бревна, кирпичи так и остались. Их не убирают. А давно сносили? Я не знаю, сколько там есть же, там их нет уже. Понятно, спасибо большое. Это еще одна проблема, с которой можно будет обсудить с Алексеем Вершининым. А что потом, как говорится? Даже если бульдозер подошел, а что потом? А кто будет убирать? Да, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Возвращаемся в студию. Обсуждаем тему о предстоящей ликвидации неофициальных гаражных кооперативов и овощных ям. Обсуждаем ее с Алексеем Вершининым, начальником территориального управления по Ленинскому району города Кирова, заместителем главы администрации города и Валентиной Куртеевой, начальником отдела работы с налогоплательщиками, инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кирова. Знаете, Игорь сказал очень ясную и понятную фразу. Что бы там ни было, мы понимаем имущество и так далее, людей свои жизненные обстоятельства, но пока не подгонишь бульдозер, ситуация обычно не меняется. Ну, кстати, вот я к нашим слушателям обращаюсь, 708-502. Звоните нам, если у вас есть гараж, нет гаража, овощная яма, что угодно. Даже если, в принципе, эта проблема показатель на вас абсолютно проходит. Интересно ваше мнение. А если уж он у вас есть, то зарегистрирован он или нет, и с какими сложностями вы при регистрации, к примеру, сталкивались? Что в этом такого сложного? Вот надо сказать, что, несмотря на то, что наши гости так достаточно мягко сейчас обсуждают эту тему, она может в короткие сроки разворянуться совершенно в другой плоскости. Как помните, это было в Москве. Была в Москве ситуация такая, что так как было садоводческое общество не зарегистрировано, но снято с учета, просто приехал бульдозер и все снес. Конечно, был такой широкий-широкий резонанс. И такой был случай просто, что мы в это же время ликвидировали организацию. Просто стечение обстоятельств. И, конечно, народ к нам пошел, стали отчитываться. К сожалению, что называется, пока петух не клюнет. Да. Такая же ситуация, аналогичная. Пока мы не повесим объявление на конкретный гараж, либо на все гаражи в гаражном кооперативе, что в случае, если люди не явятся на комиссию, либо не оформят собственность, то гаражи будут снесены. Вот только после этого появляются звонки гневные, люди десятками начинают обращаться, а до этого, к сожалению, никакой инициативы от них не бывает. У нас есть телефонный звонок. 708-502 номер телефона. Принимаем ваши комментарии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Шабалина. У меня есть яма на физкультурников. Но дело в том, что вначале нам говорили, там у нас и обмирена она вся, и зафиксирована. У нас кооператив, ямы и гаражи. Но дело в том, что вдруг выясняется, что у нас будто бы земля не наша. Вначале говорили, что она наша, а теперь выясняется, что она у нас неплохо оформлена была, не наша она. Плохо вас слышно, пожалуйста, ближе к телефону. А как это так выяснилось, случайно, что земля оказалась на вашу? Да вот два года уже, наверное, тому назад все время председатель кричал, что вот как хорошо, все оформлено, земля наша. Потом выясняется, что она не наша. Я просто не председатель, а участник, и поэтому не могу сказать вам, как это выяснить. Я прошу прощения, все-таки как вам обращаться? Можете назвать себе по имени? Да, пожалуйста, Наталья, можете. Наталья, скажите, пожалуйста, вы сами требовали документы, вы их видели или нет, или на слово верили? Конечно, на слово люди тоже тут живут, они так же заинтересованы, как и я. Вопрос, а как же вы оплачивали, как вы стали владельцем или собственником ямы овощной кладовки? Мы купили ее изначально, потом присоединились вместе с кооперативом, товарищество. Ну а когда покупали, как документы были оформлены? Как, на основании каких документов вы считаете себя собственником этой овощной кладовки? Вы по книжке покупали, либо через регистрацию? Ну, вы книжечками, просто у вас книжечки вписали и все. Через регистрацию, она просто была изначально, только что сделана и продавалась. У вас документы какие-то есть? Вот что наши гости хотят дать. Все документы. Я не думаю, поэтому не могу предоставить. Да, Наталья, все понятно. Еще один небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько для вас важна эта овощная яма? Важна? У меня нет дрожжа, и мне она нужна. А большой у вас кооператив? Да. А мне подскажите, как овощная кладовка называется? Физкультурников. На физкультурников. А как мы называемся? Даже что-то, извините. Наталья, есть ли у вас какой-то конкретный вопрос сейчас? Меня интересует. Вот как вы говорите, я и подъехал, и все смехи. Я бы не хотела, чтобы, во-первых, я не отказываюсь платить все, что надо платить. Вы мне подскажите, куда я должна сходить, узнать. Что проконтролировать? Мы вас поняли. Наталья, спасибо большое за вопрос. На самом деле, я вот его как раз таки хотел задать людям, которые не имеют представления о том, что им, собственно, вообще, в принципе, нужно делать. Есть ли какие-то ответные шаги со стороны налоговой инспекции, городадминистрации, чтобы люди приходили и говорили, ребят, сделайте, пожалуйста, это все будет хорошо. Вот на примере Натальи. Мы предлагаем всем обратиться в территориальное управление, в данном случае по Октябрьскому району, потому что в каждом районе работает международная комиссия как раз по вопросу увеличения налоговой базы, по формированию дохода в бюджет. Поэтому приходит, говорит, какие документы у нее есть, ей рассказывает полностью путь. Это как раз работа комиссии в конкретном случае. Вот, но и в то же время очень яркий пример того, что да, просто бульдозер подогнать и снизить нельзя, потому что вот прекрасный человек Наталья говорит, нужна ей эта кладовка и готова она все сделать, но не знает как. А потом еще и с другими сложностями столкнется. Она проблема в том, что она и не знала, что и нужно. А потом столкнется с другими сложностями, потому что председатель кооператива, как я понял из этого разговора, не оформил документы на землю. И как сейчас это сделать? Вот это самое большое. Она может в индивидуальном порядке подойти в теруправление и в налоговый орган. Подойдите, пожалуйста, мы тоже возьмем ваше обращение для того, чтобы случайно не ликвидировать вашу овощную кладовку. Со всеми документами в налоговый орган. Да, право устанавливающими документами. Подойдите, мы посмотрим. И в теруправлении у нас есть телефонный звонок. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это мы уже говорят, да? Да, это мы с вами говорим. Проспект Строитель 11, Дударев, Сергей Александрович. Вот точно такая же проблема у нас появилась. На придомовой территории старые ямы, значит, гаражи деревянные, они уже сгорели частично. И один стоит металлический гараж. Я вызывал участкового. Ну, главное, перспективный план на территории. У нас там стоит городок бы спортивный. И стоит металлический гараж. Приглашал участкового, никак мы не можем найти хозяина. Описали объявление. И, может быть, правильно, Алексей Александрович говорит, что там выделено участнику войны, но мы его не можем найти. Как это все сделать? То есть, даже ни разу его не видели, даже не представляете, кто это может быть? Абсолютно даже не видели, не представляем. Хорошо, Сергей Александрович, большое спасибо. Вот, кстати, показательный пример. Есть перспективный план развития территории. Там уже понятно, что должно появиться. И из-за этого одного металлического гаража страдают, собственно говоря, жители. Это немного другая тема. Сергей Александрович, мы знакомы. Этот перспективный план развития мы одобрили. Как действовать в этой ситуации? Решение общего собрания о том, что запрещено некому владельцу здесь размещаться. В данном случае мы владельца никак определить тоже не можем. Помогали ему. Решение общего собрания. Просим управляющую компанию. Или, в данном случае, раз у них ТСЖ, значит, сами за свой счет этот гараж куда-то переместить. Они имеют право на это? Просто переместить. А с другой стороны человеку ведь тоже нужно сообщить, что его гараж куда-то перевезли. К сожалению, ситуацию конкретно в этой они не могут найти владельца. Когда мы определяем владельца, у нас, например, к 30-й школе к забору, к 30-й школе, мешающей проходу, приварен металлический гараж, который принадлежит ветерану, участнику Великой Отечественной войны. И давно ведь уже приварен. Да, мы и так ходили, и так вокруг ходили. Вот договорились, что увезем ему в сад. А потом, к сожалению, он отказался. Поэтому как быть в этой ситуации? Здесь уже человеческий подход. У нас есть организация, например, Северная электросети, которая хочет парк благоустроить рядом с придомовой территорией. То же самое, металлический гараж. Собираем собрание собственников, собственники против. Может быть, проблема не настолько серьезная еще пока в городе Кирове, что у нас так много территорий, что можно оставить в покое более-менее гаражи и ямы, и так вот вяло текущий этот процесс будет идти? Или критическая точка, она где-то близко уже? Я думаю, что пока вот эти земли перспективны для нового строительства, под теми гаражными кооперативами, которых вообще нет никаких права, в основном числе документов, пока эта земля не востребована должным образом, мы будем постоянно только понуждать. А востребована она может оказаться в любой момент. Я вот хочу привести пример из Екатеринбурга, потому что если вы зайдете в интернет, их масса, буквально сентябрь 2013 года городская администрация разместила на сайте госзакупок заказ на очистку одного из районов от металлических гаражей. При этом строители компаний, которые этот заказ собирается выиграть, администрация ставит условия вывоза и ликвидации конструкций. Компания, выигравшая этот аукцион, должна будет очистить, благоустроить территорию, завалить вот эти ямы, а металлические гаражи вывести на определенный участок. Там есть, значит, показатели, сколько должно быть метров. То есть вот даже если не находят этих владельцев, просто перевозят строительные компании гаражи, а ямы зачищают все. Это другая тема, это не гаражные кооперативы. С такими гаражами мы успешно боремся. На улице Солнечной в прошлом году, в позапрошлом году в общей сложности больше 300 сараев, металлических гаражей, овощных кладовок, ну, люди под что угодно их использовали, с реально стоящими автомобилями. Никто не мог показать документы, подтверждающие право собственности, кроме одного человека, опять же, ветерана. Поэтому все остальное снесли, повесив объявление, что должны в течение недели освободить. Поэтому с металлическими гаражами без права восстановящих документов боремся активно. Остальное – проблема. Ну, а что касается все-таки... Да, у нас слушатель на линии, давайте все-таки его послушаем. Алло. 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 А, нет, слушатель показывает нам, да, звукорежиссер, что слушатель сарался. Такие возможности работать все-таки не бульдозером, там, какими-то принудительными мерами, а на будущее законодательными, постановлениями какими-то, в этот вопрос как-то в администрации прорабатывается, чтобы, вот, как на опыте Крыма, к примеру, вот, было уже сложнее. Так, ну, конечно, конечно, просто смена законодательства сегодня единственная возможность только понудить. Ну, и человек, как только у него будет рождаться чувство собственности, и он будет понимать, что он ее не продаст, не обменяет, не передаст по наследству, пока это не зарегистрировано, вот это нужно, чтобы понимание пришло к человеку, чувство собственности. Пока же, к сожалению, они в этом видят хитрый уход от налогов. Как вы считаете, вот, под конец мы сейчас завершаем уже, как вы считаете, есть у нас телефонный звонок? Есть телефонный звонок. Можем вывести? Можем вывести. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Моя фамилия Смирнов, Грибоедова, 32. Алексей Александрович, мы вам писали аж с марта месяца письма, вот как раз по теме, снесли гаражи, а ямы у водителей не завалили. И вот до сих пор вся эта волонька тянется. Спасибо вам большое за вопрос, но это не вопрос сегодняшней нашей программы, я думаю, что это совершенно отдельный вопрос. И мы к нему еще вернемся, хотя мы сегодня его затрагивали. Спасибо. Будем об этом еще говорить. Так вот, под конец программы я хотела вас спросить. Вот нынешние действия налоговой инспекции, которые составляют уже списки, они такие немаленькие, отступать не собираются. Спровоцируют ли граждан все-таки, как вы считаете, Алексей Александрович, на то, чтобы они регистрировали свои строения и добавят ли работу администрации? Вряд ли ликвидация юрлица спровоцирует граждан начать оформлять документы. Она только усложнит эту процедуру, им будет практически сделать это невозможно. Поэтому ликвидировать юрлицо, если после этого в городской администрации был бы механизм, в том числе и ликвидации под бульдозер всего кооператива, либо отдельных гаражей, вот это бы привело к существенному улучшению ситуации. А так это только усложняет данный вопрос. Но налоговая отступать не собирается. Вот такой ликвидации юридических лиц, что получает налоговая? Вы их ликвидируете? Мы их ликвидируем и все. Это снимает какие-то расходы на их учет или что-то? Как таковых расходов налоговая не несет о том, что он стоит на учете или не стоит на учете? Просто вы переводите в порядок документы. Мы приводим в порядок документацию. Ну не только. Вот представьте, юрлицо стоит на учете, мы говорим о том, что должны платить налоги, и у нас получается некая недоимка. То есть люди не платят ничего. Как только мы юрлицо ликвидировали, надо спросить не с кого. Поэтому мы улучшаем статистические данные. А реальную ситуацию по факту в городе с гаражами мы, к сожалению, не решаем. К сожалению, время первого часа дневного разворота подходит к концу. Благодарю наших гостей Алексея Вершинина, Валентину Куртееву. Мы вернемся в начале следующего часа. И сейчас новости.